Ко мне на диагностику пришла однажды девушка, молодая девушка, 32 года, Евгения, город Омск. На диагностике она рассказала о том, как не складываются отношения с мужчиной, что она хочет разводиться, но у нее нет силы, она боится, что ее осудят мама, подруги, что она не сможет найти другого мужчину, что у нее в жизни ничего не получится. Когда она стала рассказывать, я поняла, что она живет в настоящем аду. Они взяли квартиру в ипотеку, за квартиру выплачивает она. Она работает, он зарабатывает в три раза меньше, чем она. Она платит за коммунальные услуги, за квартиру. Она оплачивает машину, на которой он ездит и ей не дает ей пользоваться. Она говорит, что и при этом каждый раз, когда она говорит, что нет денег, что не хватает, что вся зарплата уходит на это, она говорит, может быть, ты устроишься на другую работу. При этом этот молодой парень, который моложе ее на 7 лет, он говорит ей, какая ты меркантильная. Жень, да отстань ты от меня, ты такая меркантильная, но я все равно люблю тебя. При этом она еще чувствовала себя виноватой, когда она просила помощи с его стороны. Она говорит, я его прошу, хотя бы покупай продукты, у нас даже дома кушать нечего. Последний раз на 8 марта, она говорит, он подарил мне 100 рублей, на телефон положил и даже цветов не подарил. Все подарки, все, что можно, сама себе всегда покупала. И при этом, когда, если она себе купит какое-то платье, которое удавалось не так часто купить, в тех ситуациях, в которых она живет, он постоянно упрекал ее, что она тратит деньги. Что вот, нет денег, потому что ты потратила на подарки. Ты купила себе платье, у тебя этих платьев в полный шкаф. Ты купила что-то себе, зачем тебе это нужно. Ты и так красивая, зачем ты ходишь в парикмахерскую. Она говорит, вообще во всем постоянные ограничения. И она говорит, сил нету. И я чувствую, что действительно забирает столько сил. Он просто энергетически забирает у нее очень много сил. Постоянно ей говорит, что она ничего без него не сможет, что она никуда, ничего в жизни не добьется, никому она не нужна, что она меркантильная, что только он ее любит. Она говорит, вот такое ощущение, как будто я не могу вообще ничего сделать, детей у них нету, энергия у нее сильно зажата. Чувствуется, что настолько зажата неуверенность, страхи, комплексы. И тогда я смогла ей помочь. Я подобрала ей магический предмет на раскрытие женской силы. Этот магический предмет, она говорит, я прихожу домой, я держу здесь свой талисман. И чувствую, как во меня ходит вот эта сила. И прям словно не своим голосом я сказала ему, собирая свои вещи и уходи. С такой силой она это ему сказала, с такой верой. И чувствуя вот, чувствуя поддержку от талисмана, чувствуя, как у нее прям раскрывается сила. Такое ощущение, как будто вся женская, весь женский род за ней стоит. Он не смог ей ничего против сказать, он действительно собрал вещи и ушел. С того момента ее жизнь очень сильно изменилась. Она стала продолжать заниматься. У нее повышение на работе, в карьере и, соответственно, повышение зарплаты. Она смогла очень быстро выплатить ипотеку. Естественно, она расцвела, помолодела, похорошела. Она приезжает на семинары, она познакомилась с мужчиной. Но замуж пока не собирается. Говорит, еще подумаю, посмотрю, насколько он сможет мне помогать, ухаживать за мной, потому что столько лет она уже не страдалась. Но настолько она изменилась, что ее действительно не узнать. И за ней сейчас ходят толпы мужчин. Дорогие девушки, пожалуйста, верьте в себя. Обретайте огромную дополнительную силу веры в себя. Магические предметы, талисманы владают этой силой, которая дает состояние, как будто за вашей спиной, вот эта защита, поддержка. И словно не своим голосом, но с огромной верой вы сможете сказать те заветные слова, которые меняют судьбу к лучшему.